Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажусь. Что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Программа «Встретились, поговорили». Сегодня приведу и я, Олег Пека, и с нами на прямой связи, ну, я бы сказал, вот просто человек-оркестр. Потому что я сейчас начну перечислять все, ну, не только регалии. Вот скрипач, композитор, актер, создатель фильмов, продюсер, комический актер, дирижер, писатель, поэт, предприниматель и все – это Алексей Игудесман. Наверняка я что-то забыл, но мы сейчас это все поправим и исправим. Как часть дуэта Игудесман Энджу 18-го числа, 18-го августа в Юрмале, в концертном зале «Дзинтере» можно будет посмотреть очень необычную программу, которая заставит вас смеяться и наверняка, я думаю, увидеть классическую музыку совершенно с неожиданной стороны. Но что я рассказываю об этом, пускай расскажет нам Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно быть у вас тут. И я думаю, что, в принципе, да, классическая музыка, но я даже бы не сказал, что возможно сказать, что это классический концерт в этом виде, потому что там, конечно, будет и классика, и будет эмоция, и все такое, но мы все время, как Игудесман Энджу, мы берем все разные стили, и мы, в принципе, показываем, что все типы музыки идут от одного места. Это не так, что сказать. Вот классика, вот только для классических залов, все такое. Потому что мы считаем, в принципе, что музыка – это музыка. Есть только плохая музыка и хорошая музыка. И мы, конечно, пробуем хорошего делать. Я читал в одном из ваших интервью, где вы как раз рассуждаете на тему того, что раньше, лет 100-200 назад, музыка, которую мы сейчас воспринимаем классической, она, в принципе, была попсой. То есть популярной музыкой ее часто исполняли достаточно очень легко и весело. Ну, конечно. Если послушаешь, например, Моцарт. Даже сейчас все знают. В принципе, это такая популярная тема, что все-все люди знают. Раньше у Моцарт даже не написал эту пьесу, чтобы слушали вот так серьезно в зале. Эта пьеса была дивертиментом. Что это значит? Это значит, что ты слушаешь просто из-за кайфа, как популярную музыку. Просто сейчас, как-то в 20 веке, все стали очень строго. Если сказать, вот Моцарт – это тип музыки, а Бранс – это тип музыки, а Куин – это тип музыки. Я, в принципе, считаю, мы считаем, что для чего вот так думать, в принципе. Можно показывать, как классическая музыка, популярная, как популярная музыка тоже очень много интеллектуального имеет и очень много тронательного имеет. И, в принципе, тоже оба, я и Хиан Ки Чу, с которым я играю, мы оба тоже очень много музыку пишем. И в этом тоже наш стиль или мой стиль писать музыки. В принципе, я даже не сказал бы, что это популярно, это классически, но там все время компоненты есть разных стилей, разных популярных элементов и все такое. И больше всего это чувствуется в музыке, например, для фильмов. Потому что в музыке фильмов, которые очень много люди любят, конечно, там все это неважно. Есть и популярное, и классическое. И мы, как компанисты фильма, тоже очень любим просто иметь все эти разные стили, как наш стиль. Вы все время говорите «мы», вот, может быть, мы скажем о половинке вашего дуэта, о Ричарде Хион Ки Чжу, с которым вы вообще знакомы, я знаю, с 12 лет, с школой Игуди Минухин. Вот, может быть, несколько слов о том, как, почему вот сложился ваш дуэт, причем в таком раннем вообще возрасте еще подростковом, как вы подружились. Ну, в принципе, да, мы оба шли в эту школу, очень специфическую, специальную школу, которую сделал Игуди Минухин в возрасте 12. В этой школе было только 45 человек из всего мира, 45 сумасшедших маленьких музыкантов. По правде, они, ну, я наполовину смеюсь, но по правде, там такие характеры и типы были, ну, так как мы, в принципе, но сам Егорий тоже, он приходил в школу, и он вставал на голову, по правде, без шуток, он показывал йогу, он был такой открытый человек, что мы все как-то подумали, ну, может быть, даже можно все сделать немножко по-другому. И для нас, от этого момента, для меня и мой партнер Хион Ки Чжу, он, в принципе, он англичан, но его родители из Кореи. И, в принципе, мы уже с этого момента подумали, в принципе, почему нужно сделать то, что так все говорят. То есть нужно сделать карьеру в музыке, или вот так, или вот так, или ты играешь в концерт, или ты делаешь популярность. Мы подумали, может быть, тоже сделать концерты новые, свежие, которые не чувствуют из себя, как будто сейчас кто-то умер. А концерты, где можно и посмеяться, но там тоже прекрасная музыка есть, и классическая музыка, и можно посмеяться, и можно просто восторгивать. И мы уже в этом возрасте начинали такие другие концерты, тип концертов делать, как мы сейчас делаем, и как мы будем в Юрмале тоже делать. Но вы до Юрмала, я уже смотрю вашу программу, и просто глаза разбегаются. Словения, Испания, Чехия, США, Франция, Италия. То есть, в принципе, вы ездите по всему миру. Это только половина даже. Многое, которое не написано. Потому что в это же время я пишу музыку для фильмов. Я с Хан Симмером сейчас как раз делал разные записи. Он мой близкий друг, и мы разные проекты делаем тоже вместе. И тоже для австрийского фильма. И тоже я как режиссер делаю в это же время фильм. Я работаю над фильмом про Рафаэна в следующие годы, где я буду делать интервью сейчас с Билли Джоул и разные такие люди. Да, жизнь сумасшедшая, но я считаю, если человек креативный, если человек открытый для этих вещей, и если человек любит делать то, что он любит, и в этом виде, в принципе, так и есть для меня и для нас. Тогда есть такое, я не знаю, как по-русски даже есть такое, говорят, если человек любит то, что он делает, любит то, что он работает, тогда он ни один час в жизни не будет работать. Потому что, в принципе, для меня это, да, конечно, это трудно, и лететь туда все такое, это работа, но тоже в это время для меня это полный кайф. Значит, я думаю, что, в принципе, для всех людей это тоже так же. Это все в голове. Нужно просто подумать. Или ты считаешь, знаешь, что, ох, как много работы, мне только... Или, например, для вас тоже. Вы сидите и вы делаете радио. Какой кайф, так много людей слушает вас, и вы разговариваете с интересными людьми. В принципе, же прекрасно. Вот говоря про интересных людей, у вас ведь тоже возможность общаться с огромнейшим кругом людей, включая, вот, ну, к сожалению, уже скончавшегося Роджера Мура, исполнителя роли Джеймса Бонда, знаменитейшего на весь мир по линии Юнисеф. С Джоном Малковичем у вас ряд было и фильм «На Слянзе», «Ноуз Лэнд», и ряд программ, в которых он принимает участие. Вот как, каким образом эти связи появляются, вот как, что вам дает общение с этими людьми? Ну, по-разному. Мы иногда на фестивале, и, в принципе, очень многие люди любят музыку и классическую музыку. Так же, как Джон Малкович, Роджер Мур очень-очень любил. Мы встречались на фестивалях разных и работали над идеями, в принципе. Потому что очень интересно, Джон Малкович, например, с которым я в следующей неделе опять буду делать программу, и мы над новой программой тоже работаем. Он говорит, что музыка для него – это просто самый сильный медиум артистический. Он говорит, когда, если театральная вещь или фильм хороший, ну, это очень можно близко для человека. И это как будто в тебя взрыв или что-то такое. А он говорит про музыку. Это по правде, он так сказал, я даже не знаю, как по-русски сказать. Он говорит, когда музыка тебе даст всю свою силу, мощь. Силь, мощь, тогда это как будто тебе весь дом в тебя просто тебе дал. И потому что тоже для многих актеров, знаменитых, многие понимают, что музыка имеет огромнейшую силу. И из-за этого для них тоже очень интересно работать с музыкантами и работать с музыкой. И я думаю, наверное, из-за этого такие интересные возможности есть у меня работать с такими прекрасными людьми. Вот в фильме «Носленд», «Нослендия» там как раз даже был вопрос. Я просто сам фильм не видел, но я видел фрагменты, которые выложены на Ютьюбе. И вот в одном из них было «Может ли музыка спасти жизнь?» Вот так он назывался. Там очень остроумный был момент. Вот как вы считаете, что может музыка? Может ли музыка спасти мир, изменить жизнь людей? Ну, это очень трудный и большой вопрос. В принципе, я в этом фильме тоже это брал с иронией, потому что ответ, в принципе, да, нет и может быть. Только вот эти три ответа есть, в принципе. Ну, смотрите, я как музыкант, я считаю, что да. Потому что музыка, например, в то времена, когда второй моревой мир, и там в лагере концентрации, если спрашиваешь людей, были вопросы людей, как они могли прожить такое ужасное время. И большинство их сказали, что две вещи спасли их жизнь. И во время, и после этого. Один – это юмор, и номер два – это музыка. Потому что музыка имеет тоже хилинг. Это как… Сделительство. Для людей, для человека. Если ты слушаешь музыку, это тебе дает так много. И многие люди даже это, может быть, знают, может быть, не знают, может быть, чувствуют. Другие даже не думают про это. Но я сам это чувствую, потому что я музыкант, я артист. И тоже каждый артист тоже имеет свои трудные времена. Я помню тоже где-то, я не знаю, 15 лет назад у меня было тоже в жизни просто трудное время. И даже как музыкант, те времена, когда я играл музыку и был креативный, писал музыку, это были моменты, где мне все вдруг лучше стало. И я думаю, если больше людей это бы понимали, и больше музыку с друг другами даже слушали или делали, я думаю, конечно, это миру точно намного лучше было бы. Я знаю, что читал в ваших интервью, что вы говорили о том, что, обучаясь, вы очень много читали классических произведений Чехова и Бернарда Шоу и много других авторов. Нужно ли классическому музыканту какой-то кругозор образования для того, чтобы стать действительно великим? Как-то выйти за рамки? Я, в принципе, считаю, что неважно, если ты музыкант или не музыкант, читать разные вещи и просто образование, иметь жизнь на образовании. Не говорю про школу сейчас. Это каждому человеку очень-очень важно. Я тоже открытое такое образование. Самая большая проблема, я считаю, много раз, когда идешь в нормальную классическую такую школу, тогда нужно что-то читать, нужно что-то учиться. Я думаю, что каждый человек или каждый ребенок хочет учиться. И много раз в школе даже тебе дается такое, что тем больше идешь в школу, чем меньше хочешь учиться. Или как-то... Я не знаю, как это возможно даже, но такое, к сожалению, у многих-многих школ это бывает. Я думаю, нужно, в принципе, человеку научиться опять хотеть учиться. Потому что если человек, даже неважный музыкант или нормальный человек, читает больше, если он понимает больше про других людей, как люди думают, тогда я думаю, что меньше было бы плохих вещей в жизни. В своей жизни тоже меньше войны было и меньше плохих вещей. Потому что тем больше мы будем понимать друг друга и тоже разные веки и разные времена, я думаю, чем больше мы будем понимать, как мы все люди, в принципе, одни и вместе. Так же, как Бетховен в своей девятой симфонии говорит. Все люди, все... Все, в принципе, братья. И это очень важно понимать. Я читал тоже, опять-таки, вы гордитесь тем, что на ваших концертах очень широкий возрастной разброс. То есть от 5 до 95 лет приходят, хотя вот кажется, что классическая музыка всегда какой-то такой достаточно узкий, приходят взрослые люди. Вот чем вы привлекаете детей и молодежь? И действительно, иногда бывает, что молодежь боится идти на концерты классической музыки, боится, что это будет скучно и слишком академично. Да, ну, конечно, те концерты, которые я делаю, или я делаю вместе с Хиан Ки Джу, как и Голдис Манчжу, и тоже в Юрмале этот концерт наше 18 августа, там очень много юмора есть. Значит, не только музыкального, интеллектуального такого юмора. О, сейчас мы сыграем Моцарт вместе что-то, и комбинация какая-то интересная. Этого тоже есть. Но в наших концертах мы тоже очень любим юмор, иногда даже немножко дурацкий. Немножко в стиле мистер Бина, немножко слэпстик. Иногда есть такие моменты. И потому что в наших концертах, и Голдис Манчжу, есть разные такие левелы. Уровни, да. Уровни. Есть интеллектуальный уровень, есть чисто музыкальный, где мы играем виртуозную музыку и все такое. Но есть тоже юмор, где маленькие дети, даже дети, которые смотрят, они просто будут смеяться. Потому что иногда, очень интересно в наших концертах, иногда ты слышишь, кто понимает что. Одну шутку мы делаем музыкальную, вдруг мы слышим, как немножко постарше люди смеются вот так. Как умно. А другую шутку, какую-то дурацкую шутку мы делаем, и дети смеются, и тоже так приятно. И когда дети смеются, конечно, в концерт, тогда все смеются. Потому что иногда бывает, что мы какую-то шутку делаем, может быть, даже смешная для детей, люди не так смеются, но один ребенок будет так смеяться, что вдруг весь зал смеется. Вот такие моменты очень красивые тоже бывают иногда у нас. С чего лучше приучать детей к музыке, вот классической музыке, чтобы это не было им скучно? Вот как вы считаете? Ну, может быть, и «Гудес Манеджу» неплохо было бы посмотреть. Но, в принципе, знаете, я считаю, что есть очень много композиторов, в которых есть очень много юмора. Нужно просто рассказать историю немножко, и чтобы понял ребенок, почему это интересно и почему это смешно. В Моцарте, в Бетховене есть очень много юмора. Нужно просто немножко научить, как слушать эту музыку. И я думаю, это, конечно, вещь, которую в школе можно сделать немножко больше. Многие слушают музыку просто так, что какая мелодия, что такое. Если послушаешь, многие из композиций, например, Бетховена, это очень хорошо идет, если послушаешь, и просто будешь немножко думать, что будет следующее. И композитор, как Бетховен, каждый раз, почти каждую пару тактов будет сюрприз. Гайден очень много тоже такое любил. Но для этого нужно просто немножко так научиться. Я думаю, что в школе, может быть, больше учиться, как слушать музыку. И просто, я думаю, конечно, тоже неплохо было бы, если на телевизоре, так же, как раньше, может быть, побольше было бы музыка, клочистская музыка. И тоже, чтобы концерты, наконец-то концерты были немножко больше открыты. Конечно, не все концерты должны быть, как мои или как наши, которые немножко такие сумасшедшие, но больше открыты. Я считаю, например, если в каждый концерт, даже нормальный классический концерт, для чего нужно симфонию все части и тогда классическую какой-то концерт все части? И никто ничего не говорит, и все сидят. Почему не сыграть одну часть симфонии, одну часть этого? Тогда, может быть, модерновую, популярную песню. И, например, я считаю, в каждом концерте нужно пригласить какого-то молодого человека или ребенка, или молодого артиста, который как сюрприз сыграет маленькую песню. Прекрасная, это прекрасная возможность для этого человека. Прекрасно тоже для молодых людей или для публики. Очень интересно, кто этот раз приедет. Вот такие есть очень много возможностей и идей, я считаю, чтобы это интереснее было для молодого, молодой публики и просто для публики. Но, к сожалению, очень многие люди, которые в этом мире, в классическом мире, они считают, вот так нужно делать симфонию и концерт, потому что мы так все время делали. Но это тоже неправда. В 19 веке так тоже не делают. Значит, нужно, чтобы мы все немножко передумали. То есть, получается, что то, что написано, всегда, может быть, мы воспринимаем, вот в классическом произведении все написано, расписано очень жестко и нет никакой возможности для импровизации. Музыкант должен сыграть вот так, как ему сказал композитор. Вот Моцарт написал в письме ему отцу. Он написал, это от Моцарта. Нет, я не выдумываю. Написал папа. Я как раз был в концерте, где играли мой рояльный концерт с оркестром, солистом. Он играл все ноты точно так, и все динамики точно так, как и написал. Я считал, это был очень в плохом вкусе. По правде, Моцарт точно так написал. В его время было совсем нормально импровизировать, и делать новую интерпретацию. И потом, немножко попозже, когда Малер, Вагнер, Малер начались, тогда они думали, ну, они хотели немножко больше все делать так, точно, как они написали. Но когда играешь Моцарта, когда играешь Битковина, даже если играешь Малера, ты интерпрет тоже как музыкант. И когда ставишь концерты, тогда же ты все считается, ой, я большой импрессарию, сейчас я делаю концерты. И моя идея концерта делать, я сейчас делаю цикл всех Брам-симфоний и потом всех Бетхобин-симфоний. Ну, простите меня, но где тут гениальная идея? И для чего? Это же делает каждый второй концертный зал. Прекрасно это один раз сделать в 10 лет, может быть. Но можно сделать просто много интереснее, оригинальную программу и взять молодых интерпретов и комбинировать больше с разных типов музыки. Я считаю, это лучший путь. Я напомню нашим слушателям, что у нас на прямой связи Алексей Игудесман и Игудесман Энджу. Это концерт, который состоится 18 августа в Юрмале, в концертном зале Дзинтере, как раз-таки приглашает Энесса Галланта. И, кстати, перед концертом, я понимаю, что будут таланты, молодые таланты, Энесса Галланта открывается, там каждый концерт открывают как раз. Вот приходят... Да, это прекрасная идея, прекрасная идея. Вот это вот мы, когда мы услышали это, тоже мы сказали, нам нужно прийти. Иногда делают вот такие вещи. Это здорово, да. А скажите, вот я знаю, что вы еще и как предприниматель, вот занимаетесь потоковой платформой Music Traveler TV, ну и Music Traveler. Вот что это... То есть вот какие это возможности дает бронировать, организовать концерт, вот расширяет, ну, возможности музыкантов? Ну да, вот у нас есть Music Traveler. Я начал эту компанию, чтобы, если музыкант ищет комнату, где позаниматься, например, у нас очень много есть в Вене сейчас. Если вы приезжаете в Вене, вы музыкант, или вы любите музыку, и вы хотите где-то наиграть, поиграть на прекрасном рояле, или сыграть где-то, тогда есть разные, много комнат, где можно напрокат за час просто и позаниматься, или поиграть, порепетировать в прекрасной комнате. Значит, в Латвии еще нас так много нет, но мы хотели бы очень прийти в Латвию, потому что, я думаю, это идти во всем мире будет. В Германии многие люди берут и все такое. Но и тогда есть тоже другая часть от Music Traveler, там Music Traveler TV. Если ты хочешь, например, у тебя какой-то концерт, который записал, или ты делаешь лайв, ты можешь просто поставить туда и попросить за немножко денег, и получать тоже деньги за твой стриминг. Это очень легко, легче, чем на других платформах это сделать. Я тоже это делаю. Я, в принципе, с Music Traveler хочу делать мир лучше для музыкантов и для людей, которые любят музыку, потому что возможность играть музыку во всем мире, я думаю, что это очень-очень важно. И, например, в Music Traveler иногда приходили... Мой дом тоже открыт для этого. Например, иногда приходили молодые люди или родители какие-то, с маленьким ребенком, который из Астралии, но ребенок хотел немножко поиграть музыку. Или один раз пришел один канавец, который 10 лет уже не играл на рояле, увидел Music Traveler и вдруг начал опять заниматься на рояле играть, и для него просто жизнь опять открылась и поменялась. Вот такие моменты для меня очень-очень прекрасные и красивые. Вот современные технологии, они раскрепощают музыкантов, они дают им какие-то новые возможности, учитывая, что сейчас так меняется мир. Раньше покупали пластинки люди, сейчас это как будто бы ушло в прошлое. А вот эти платформы, они дают возможность послушать музыку, посмотреть концерт. Да, конечно. Нет, есть очень хорошие, красивые возможности, как в Music Traveler TV или заниматься на рояле, как в Music Traveler. Есть очень много хороших вещей таких. Например, платформы есть iDazio, где можно стримить, очень хорошо, прекрасно слушать музыку. Есть очень-очень много красивых вещей. Ну и в принципе, я считаю, самая красивая вещь в музыке – это делать музыку лайв и слушать музыку. И даже с Music Traveler, в принципе, даже идея – это не так, чтобы все пришли сейчас делать музыку дикитарно. Не-не-не, это чтобы взять себе комнату, в принципе, первая идея, чтобы, возможно, играть в музыку. И я считаю, каждому человеку, почти все же когда-то играли немножко на музыке или на флеты, или на рояле, и что-то все такое. И иногда проблема та, что когда берет и родители считают, о, талантливый ребенок, нужно заниматься. И тогда все, кайф уходит, и тогда нужно заниматься, и ребенок боится, и через пару лет не хочет уже играть. Я думаю, что эта любовь для музыки, нужно быть очень осторожным тоже, как родители, потому что нам много важнее, чтобы ребенок будет виртуоз какой-то, это чтобы любовь для музыки не уходила. И это не так легко, чтобы умно это все сделать. Но я считаю, это самое важное, потому что это любовь для музыки, это может быть для всю жизнь. И так, как мы говорили раньше, по правде человеку помогать в трудные моменты в жизни. Я вижу у вас вот на заднем плане скрипки, а вот среди них вот есть ли та самая 1717 года Санто Серафин? Да, вот это и есть. Я тут даже не так далеко как раз. Я делаю мастер-классы в Кремоне. В принципе, Кремоне, это там Страдивариас и Гварнери, а вот эта скрипка пару часов отсюда, из Денеции. Это Эрстебанк, австрийский банк, который мне прокат дает. Да, ну это мой инструмент. И, конечно, в Юрмале тоже буду на этой прекрасной скрипке играть. Потрясающе совершенно. А скажите, ну вот насчет... Я знаю, что вы не участвовали в конкурсах. Вот дает... Что дают вообще? Нужны ли музыкальные конкурсы? Потому что есть мнение, что эти конкурсы, они отсеивают... Ну, они ищут скорее, может быть, ремесленников, но то есть они задают какие-то рамки, а если человек выходит за рамки, то его очень сложно оценить. Ну, конкурсы, это, конечно, трудная вещь. Конкурсы для музыки, конечно, нет логики, потому что это в серии очень-очень субъективно. Но, я думаю, если конкурс красиво сделан, хорошо сделан, тогда есть... Дает молодым людям очень много, в принципе, возможностей мотивации. И, значит, и тоже, конечно, возможности, чтобы люди увидели и услышали молодых музыкантов, которые талантливые. Это все вопрос, как делается. Например, мой очень близкий друг Павль Верников, он прекрасный профессор скрипки украинских, который преподает в Вене, там и в Швейцарии, и все такое. У него конкурс есть, который он президент жюри. И как раз где я в жюри был, и для них я новую пьесу написал. И это называется «Ил пиколу виолино магико». Маленькая скрипка магико, как-то еще. И там, в принципе, это конкурс для детей с 9 до 13. И это, конечно, очень тоже трудный возраст, потому что если ребенок приходит, и вдруг он не получает, он не выигрывает, то, конечно, есть тоже ребенки, которые будут плакать и жаловаться. В этом конкурсе, например, мы так сделали очень умно, что каждый ребенок, в принципе, да, в этом конкурсе три рельса, и в каждом все ребята играют с оркестром. Это тоже прекрасно. Для маленького ребенка, как солист с оркестром сыграть. Это полный кайф, конечно. И каждый ребенок, который приезжал, получает какой-то приз. Один приз для одной произведения, для другой. Конечно, тоже есть первый, второй, три, все такое. Но никто не уходит без призов. И те, которые не проходят в финал, которые не прошли на второй рельс или в финал, они вместе с нами в жюри сидят для финала. Ой, как это здорово придумано. И мы сидели около нас, молодые, и мы говорили, мы смеялись с ними, и говорили, ну, как вы считаете, вот так, как... И потому что тоже это показывает. Сегодня это твой... Ты играешь против этого человека. Против в конкурсе. А завтра этот человек будет голосовать за тебя или против тебя. И из-за этого тоже показывает, даже показывает, что каждый раз, когда ты, если даже ты против, или это все такое, мы все люди, мы должны быть хорошие, милые друг к другу. Потому что ты никогда не знаешь, кто человек, который около тебя, что он будет делать. И это очень красиво так показывает. И я думаю, что все дети были в кайфе от конкурса. И так выиграла одна молодая девочка. Ой, 10-11 лет ей. Она произведение тоже мое. Так прекрасно играла. Я в следующие дни поставлю на YouTube тоже. Фантазия Горитсия называется для двух скрипок со струнным оркестром. И такой талант. И, например, для нее сейчас будет очень много возможностей, конечно. Она очень молодая. Но я думаю, что ее родители очень хорошие. И они подумают... Но сейчас уже начинается такой процесс, где люди слышат от нее все такое. И, значит, конкурсы дают возможности. Просто нужно быть для жюри. И для... Так, как делается конкурс, нужно быть очень осторожным, чтобы конкурс был для детей или для людей. А не так, чтобы показывать, кто самый лучший выпендриватель. Потому что это... Музыка же в итоге не спорт. Невозможно сказать, вот, номер один, потому что он играл в Аганинис самый быстрый. Это можно как хохма сделать один раз. Но в музыке это так идет. А вот вы упомянули сочинение, то, что вы пишете музыку. Вы же пишете музыку и по заказу. Я знаю, что и Вадим Репин, знаменитый скрипач, у вас заказывал музыку. И много... Ну и для кино вот с Хансом Циммером вместе сотрудничаете. Как это происходит? То есть как сочиняется музыка? Насколько это сложный процесс? Насколько долгий, требующий времени? В принципе, сам процесс писать музыку, креативный процесс писать музыку, он нетрудный. Я думаю, что каждый, я по правде считаю, каждый человек это может очень легко делать. Конечно, вопрос нотации, как писать, что такое. Но каждый человек может просто попеть маленькую мелодию в начале, даже когда в ванной, или когда душ берет, можно просто какую-то мелодию выдумывать и подумать, о, я, по-моему, эту мелодию еще никогда не слышал. Я как раз написал новую мелодию. Это нюклеус, конечно. Это самое начало. Это может быть мелодия, но это не должно быть мелодии. Это может просто ритм быть. Или это может быть даже две ноты, которые повторяются. Например, самые знаменитые две ноты, которые повторяются, каждый человек, может быть, более-менее каждый человек в мире эти две ноты знают. Та-та-та-там! Да. Две ноты. Одна нота три раза, и вторая один раз. Вот. И весь мир это знает. И потом, но вопрос, конечно, что ты сделаешь с этими две нотами. Хан Симмер иногда даже берет только одну ноту, и меня как звучит одна нота, тоже гениально. и потом процесс креативный, что ты делаешь с этими нотами, и как ты можешь разные вариации делать. Бетховен берет, та-та-та-там, потом менять, та-та-та-та, просто немножко, а потом, та-та-та-та, па-па-па-па, па-па-па-па. Эти же две ноты, но менять немножко пониже, повыше, один инструмент, другой инструмент берет. И вот в этом гениальные вещи есть, я думаю, у Бетховена, но я думаю, что каждый человек это же тоже может себе выдумывать. Просто вопрос, конечно, знать немножко, или как записать музыку, или как писать музыку, или даже просто в эти дни можно все на компьютере как-то записывать, что даже не так, не должен быть человек такой интеллектуальный, чтобы знать все, чтобы все писать. Я думаю, что композиция это тоже очень-очень полезная вещь для каждого человека, потому что это просто креативность. И я с Янки Джу, с Игудес Манчжу, мы написали даже книгу про креативность, называется «Геттедивельт», «Спаси мир», но это еще пока по-немецки только, но посмотрим, может быть, будет когда-то тоже по-другим языкам. И мы говорим как в этой книге про как важно для каждого человека, не важно кто-то. Как креативная креативность, такая сильная и важная часть каждого человека, что это просто может помогать каждому человеку каждый день, потому что музыка это, конечно, очень важная часть, но это креативно можно быть так много разных вещей. И из-за этого я тоже считаю, что каждый человек может, если хочет, писать музыку тоже. — С огромным удовольствием еще раз я напоминаю, что креативнейшие люди, вот Алексей Гудесман и Ричард Хюнки-Джу, 18 августа в Юрмале выставят в концертном зале «Дзинтери», и я знаю, насколько ценно время для творческих людей. Я благодарю вас, Алексей, за то время, которое вы уделили нашей программе. Мы очень ждем вас с концертами 18 августа в Юрмале. Спасибо вам огромное, хорошего дня и до встречи у нас в Латвии. Всего доброго. — Спасибо большое. Окей, пока-пока. — До свидания. — До свидания.